привет 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 мы снова идем по магазинам это у нас магазин типа типа магазин fix price здесь есть много всего по очень низким ценам здесь я люблю покупать салфеточки для декупажа такие хорошенькие вот клеточка фонарики носочки а вот искусственные цветы здесь кстати очень модно не знаю почему очень многие держат искусственные цветы на подоконниках так идем дальше скоро появится много садовых скульптур а это то что мне нравится у меня есть это натуральная шкура а вот и гирлянда которую я переделывала оплетала бусами всевозможные свечи здесь очень любят жечь свечи очень и Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А теперь посуда. Бедненький ассортимент. Это все одноразовое для пикника. Опять салфеточки. Фортушок. Формочка для запекания симпатичная. А у нас еще гирлянды продаются. Формочка для запекания симпатичная. Кофеварки. Здесь невозможно, чтобы в доме не было кофеварки. Вот наша шведская гордость. Нож для сыра. Термосы, чашечки. Форма для выпечки. У меня есть такой. Только розовый. Здесь серенький, а у меня такой розовый. Есть и зеленый. Не зеленый, а цвета морской волны. Вот всевозможные противни из фольги, очень удобные. Баночка для кофе. Набор для ванной. Шторки. 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 И помоечки для киксиков выставки. Полотенечко. Тапочки. ну и это я думаю продается в каждой стране мира полно такого всего я думаю продается Много скидок, а мне как раз ничего и не надо. Я очень люблю этот душ, гель-душ. Вот эта серия очень мне нравится. Очень-очень мне нравится. И вот эти мылки тоже я люблю очень. А еще у нас есть вот такое детское мыло. Ну и теперь, конечно, неотъемлемый атрибут каждого магазина. Это санитайзер. Теперь без него просто никуда. Я дико извиняюсь, если я снимаю... Не если, а я знаю, что я снимаю очень дерганно, камера дергается. И я очень стесняюсь. Дело в том, что это мой первый опыт. Ну, первый. Один из первых моих опытов. И как-то так неудобно. Ходит тетка по магазину, сама с собой разговаривает, что-то снимает. Я очень стесняюсь. А еще очень как-то неприятно, когда не всем же хочется попасть в кадр. Нужно же соблюдать какую-то приватность. И, в общем-то, поэтому тоже я очень комплексую по этому поводу. Ну, я же не одна такая, которая ходит и снимает. Я думаю, привыкну. Ну, вот витаминчики. Вот внизу желтенькие, очень вкусные батончики из сезама. Печка. Коврики, чемоданы и мягкие игрушки. Боже, первый раз сюда захожу. Вот какой-то зверь. Зверь ты кто? Не знаю. Я же мультики не смотрю, поэтому не знаю кто. Ой, а этого чудика я знаю. Я смотрела Фроузен. О, это, наверное, Кинг-Конг. Так, тут чистящие, моющие, салфетки всевозможные. Вот. Ого, какой огромный парасок. 10 килограммов. Пленка большущая, 150 метров. Ой, цветочки. Цветочки у нас тюльпанчики, орхидеи. Я в цветочках не разбираюсь. У меня даже кактусы не живут. Я с ними обращаться не умею. Завела себе монстеру. Она бедненькая. Еле-еле душа в теле. Ой, а вот нужные штучки. Они светоотражающие. Их вешают на брелочке. А некоторые прям на курточку вешают сверху. Как брошь. Инструментики для садоводов. Ой, как я хочу сад. Как же я хочу стать садоводом. Семена. А вот цветочки. А, они прям в луковице продаются. Понятно. Я когда жила в Испании, у меня там был огромный балкон. И там я выращивала на балконе. Выращивала много чернобрызцев. Выращивала тюльпаны, нарциссы, розы в горшках. Там росло. И розы росли круглый год. Здесь тоже, кстати, розы на улице растут круглый год. Но, все равно, это не Испания. Так, куда-то мы собрели. В какие-то чистящие для туалетов. Какие-то туалетные бумаги. Кухонные полотенца. Во. Освежители воздуха. Нравятся мне такие в бутылочках. Так. Пользуюсь моментом. Мало людей очень. Можно не так стесняться. Вернее, можно стесняться чуть меньше. Но, все равно. Все равно для меня это новый опыт. Это новое что-то. А я человек очень интровертивный. Для меня это очень-очень сложно. Боже мой, я даже не знаю, что это. А, это какие-то салфетки. Тоже люблю использовать вот эти перчатки. Вот такие. Но здесь нет моего размера. Здесь есть М. И Элечка. Они на меня большие. Они сползают. Невозможно в них ничего делать. Мне нужна С. Ой. Ваниш, Ваниш. Так. Ой. А вот это Классные штуки. Добавляешь это в дело Для стирки джинсов. Для стирки черных вещей. Это чтобы не линяло. Хорошие штучки. Есть также Есть также вот эта штуковина Для глажки. Облегчает процесс. Но я не пользуюсь, потому что У меня гардероб подобран так, Чтобы поменьше гладить. Я ненавижу гладить. Вот. Вот такая я лентяйка. Это для посудомоечных машин. Так. Идем дальше. Так. Пылесосики, пылесосики. И все для пылесосиков. Вот отбеливатель. Это хлорка. Сушим белье. Хотя кто их покупает, не знаю. Здесь, как правило, в каждой квартире есть. Если есть стиральная машина в квартире предусмотрена, Значит, как правило, есть и сушка. Потому что мы стираем. У нас нет в квартирах стиральных машин. У нас есть специальное место, где мы стираем. Это в подвале. Там есть стиральные машины, сушилки. И есть специальная комната для сушки. Ну, так во многих странах есть. Это товары для животных. Я туда не хожу, чтобы не расстраиваться. Мне очень не хватает моей собаки. Я очень по ней скучаю. И поэтому стараюсь убрать это из моей жизни. А здесь пока с собакой не складывается. Да, вернемся к стирке. Там есть специальная комната для сушки. Поэтому для кого продают эти сушилки, непонятно. У меня есть малюсенькая сушилочка, Которая там носочки постирать, Платочки постирать, тряпочки повесить. Она вешается на батарею, Но она совершенно крошечная. Вот. Теперь пойдем посмотрим, Как это называется, господи. Боже мой, я забыла, как это называется. Всякие блокнотики, ручки. Товары для деток. Вот, рюкзачки. Так, там мы уже были. Чуть я запуталась. Кофе, 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 кофе. Чай. Здесь, кстати, продаются сиропы. Вот они. Честно говоря, я думала, они уже нигде не продаются, А здесь продаются печеньки. Ой, очень вкусные штучки. Это конфетки из овсяных хлопьев. Очень вкусные. Я их люблю покупать. Но как-то одно время я их так часто покупала. Теперь не покупаю. Вообще не наелась. Теперь пойдем посмотрим сладости. Вот. Наша любимая шведская сладость. Марабу. Шоколадки Марабу, конфетки Марабу. И вот тоже такая типичная шведская штучка. Называется кекс. Это обычная вафелька в шоколаде, в молочном. Это сладости, которые кушают шведы по субботам. У них по субботам день сладостей. Их накупают много и поедают в больших количествах. Орео, Мерси. Да, но самое интересное, что конфеты в коробках здесь в основном продают в районе Нового года, Рождества. А потом вот их раскупают и целый год их нет. Ой, тоже такая типичная шведская штучка. Это конфетка с лакрицей. Вот я лакрицу не люблю, но эти конфетки довольно вкусные. Вот это всякие резиновые сладости, которые я не люблю. Ну и куда же? Твикс, Макс, Ма... Ой, как он называется? Марс, господи. Я их не ем. Поэтому и название не помню. Ну и Чупа-Чупс, куда же без него. Ну, конфетки сборные. Так. Ну, что еще показать? Вот и стоечка с конфетками. Что за конфетки? Не знаю, таких еще не ела, не покупала. Паста, паста, паста. И соусы кури. Вот баланезы. И для запекания. Дальше у нас рис, чечевица. Перчики фаршированные. А вот у нас специально нарезанные огурчики для бутерброда. Утренних. Соусы-соусы. А здесь у нас приправки. Вон сколько их. И даже есть сода. Вот она. Вот, это сода. Целый килограмм. А это у нас лимонная кислота. Редко продается. Продается в очень маленьких упаковочках. Все это. А здесь вот оно все такое большое и удобное. И да, здесь пользуются в основном вот таким таким маслом, рапсовым. Продается также, ну любое можно купить, но пользуются в основном рапсовым. Это у нас рис. Вот он. Рис басмати. Это все рис. Вон какой красивый. Красивый рис. А вот моя слабость. Вот они. Вот они корнишоны. Вот они в огромной банке. Тут ее 2 литра. Ну, я же, конечно, покупала. Конечно же, я их ела. И перцы бы такие покупала. Очень вкусные. Они на гриле зажаренные. А потом почищенные и законсервированные в подсолнечном масле. Добавляешь к ним чесночок и... Прелесть. Так, это рис или булгур? Булгур. Так, все. А я на выход. Вот вам привет от дядюшки Бэнкса. А я на выход. Я была рада, если вам понравилось со мной гулять по магазинам. А еще буду больше рада, если качество съемки у меня получилось в этот раз чуть-чуть лучше, чем в прошлый. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует...